Людей, которые любят и умеют работать, Максим Горький считал героями. Семеро таких самородков трудятся в реабилитационном центре. Заручившись поддержкой всего коллектива, они стали участниками первого конкурса на звание «Лучший работник учреждения». Посмотрите, стоят они какие испуганные, напуганные. Они первые, потому что мы впервые проводили такой конкурс, да, наверное, за всю историю учреждения. Прям вот страшно. Участницам удалось раскрыть себя в трёх этапах конкурса. Начали, конечно, со знакомства. Визитки показали, что на плечи каждой из этих женщин легла непростая задача – дарить ежедневную радость воспитанникам центра. Конкурсантки рассказали, что и когда привело их сюда, и почему захотелось остаться. Сказочные получились выступления. Хочу работать, хочу работать, хочу работать в туристском реабилитационном центре. Расслабляться участницам некогда. Следующий этап – знание профессиональной терминологии. Три одинаковых вопроса для всех и несколько минут на ответ. За это время члены жюри смогли разобраться в своих впечатлениях от первого творческого этапа. Приезжая сюда, я себя здесь чувствую комфортно, да, как бы свой среди своих. И я прекрасно понимаю, почему это происходит. Посмотрите, какие душевные, искренние люди здесь работают. Все участницы конкурса живут с увлечением и учат других видеть прекрасное в окружающем мире. Искусство фотографии, аппликации, основы живописи и многое другое талантливые педагоги и наставники из года в год передают воспитанникам центра. Мои друзья считают меня увлеченным человеком. Театр, музыка, литература, музей, спортивные увлечения. Но я считаю моим главным увлечением путешествие. Настало время подвести итоги. Первая по жребию участница стала и первой по сумме баллов. Оксана Рудченко, медицинский психолог, теперь носит звание лучшей сотрудницы Уссурийского реабилитационного центра. Дебютный конкурс пришелся по душе и зрителям, и участникам. Поэтому уже сейчас в планах сделать его краевым и проводить дважды в год. Анна Клыга, Антон Войцеховский, Телемикс.